Это участок дороги Лудза-Нирза. Во всех смыслах золотая дорога страны. Каждый ее километр стоил больше миллиона евро, но вложения себя оправдывают. Там, за моей спиной, главные ворота страны на восток. До границы можно доехать за 10 минут, а дальше, как повезет. Еще до кризиса очереди у КПП растягивались на десятки километров, а фуры ждали досмотра по пять суток. Сейчас машины вдоль дороги растянулись примерно на километр, но очередь все равно большая. За последние семь лет Латвия сделала много для комфорта перевозчиков. Главное, появилась, наконец, электронная очередь для грузовиков. Водители, как в банке, берут талончик и ждут, когда дойдет их черед. А ждут на построенных на болотах терминалах, считая больших парковках с придорожными кафе. Управляющий одного из таких терминалов докладывает обстановку. На данный момент на терминале находится около 180 машин. За ночь, прошлую ночь, прошло 70 машин. То есть люди, которые стали в очереди прошлым вечером, у них еще сегодня, вот только говорили, еще 250 машин впереди. Всего у КПП Терехова вчера накопилось чуть больше 300 машин. Владимиру уже повезло. Досмотр на латвийской границе он прошел. А что их здесь? Венцо. Вот только далеко он не уедет и будет ждать еще несколько часов российского досмотра. Все эти фуры латвийская таможня уже проверила, но машины все равно стоят и никуда не едут. Потому что там впереди работает российская таможня, которая в последние дни действует почему-то чрезвычайно медленно. Это уже фуры, которые приехали из России и ждут в своей очереди у Латвии. Разница, как говорится, налицо. Айверс Шарковский с главной на таможне на КПП Терехова рассказывает, подобные очереди возникают каждый год перед Рождеством, но сейчас они появились раньше обычного. В последние дни ситуация действительно изменилась не в лучшую сторону, поскольку на российской стороне происходит мероприятие усиленного контроля. Вместе с этим поток в направлении России уменьшается и растут очереди. Из-за событий последних дней, когда был введен усиленный контроль, поток грузовых машин в Россию сократился на 40%. Сейчас среднее число 5, 7, 8 машин в час. Обычно в час оформляется по 16 машин. Официальное объяснение российская таможня латвийским коллегам не дает. У нас официальной информации нет. Мы опрашивали возвращавшихся из России водителей. Они говорят, что российская таможня ведет усиленный контроль именно над литовскими машинами, перевозящими грузы, над машинами, груженными в Литве. Усиленный контроль – настоящее испытание. Таможенники не просто смотрят документы, но и заставляют выгружаться. Процедура занимает несколько часов. Наших водителей не трогают, хоть и стоять на границе приходится дольше. Геннадий – водитель с большим опытом, к долгому стоянию готов. Ну и как давно стоите? Ну, уже 14 часов, еще 200 машин. Впрочем, на условия не жалуются. Раньше было куда хуже. Сходить помыться, можно покушать. Туалет человеческий, нелесные условия. Таможенные меры – вызов всему Евросоюзу. Россия – ненадежный деловой партнер. Так и отреагировала на происходящее президент Литвы Даля Грибускайте. Мы отметили, что через эту страну идет большое количество лжеимпорта с применением поддельных сертификатов соответствия. И эту страну используют для изменения маршрута и ввоза санкционных товаров в РФ. Сказал накануне по поводу Литвы глава Федеральной таможенной службы РФ Андрей Белянинов. На камеру водители говорят крайне политкорректно и каких-то политических комментариев не дают. Сутки стоите? Двое? Да, сутки вторые уже. А что ты думаешь? Ну, блин, не знаю я. Нет. Раз потом, там встретят. Где там? А вот за камерой дают волю чувствам и словам. А литовцев, из-за которых, по сути, приходится стоять в Латвии, мягко говоря, критикуют. Где нам литовца найти? Блин, наверное, все по***ли домой, на***. У литовцев, сказать честно, у них проблемы с бумагой. Всегда. Поляки литовцы постоянно пытаются, чтобы меньше растаможку делать. Ну, только наши. Вот и шедан, как-то у нас, ну, так они, менталитет. А эти литовцы, они наглые, блядь. А поляки вообще, блядь. Вот он дуру включит, блядь, что он баран, блядь. И все, на***. Вот там сколько они ругаются. Их много тоже, поляки, смотри, сколько, блядь. Там до такого доходят, что чуть ли не мордобой не идет между таможнью. Гиртек – это крупнейший литовский перевозчик. Сейчас на латвийско-российской границе стоят десятки, если не сотни машин этого предприятия. Видите, номера прицепов литовские, но сами машины, зарегистрированные в России, так предприятие надеется, что ее водители сумеют все-таки пробраться на ту сторону границы. И за рулем этих фур сидят российские водители, не литовские. Такая вот ирония судьбы, говорят. Наши же латвийские водители ждут, когда все это кончится. А как долго? Не говорят? Я думаю, недели две, три. Обычно это длится. А с вами не страшно, что и наших будут так проверять? Ну, если пока наши политики будут хранить спокойствие, они будут резких движений делать, то не страшно. Личное дело Алексея Дунда и Кришни Салетиса, Латвийское телевидение.